Сейчас в моде один из основных трендов — это меховые сумки. Ну, на самом деле, вот тренд-тренд — это именно из натурального меха сумки. Из искусственного, да, делают какие-то подобия, но вот делают меховые. И часть людей их покупает, а очень большая часть состоятельных людей не покупает, потому что из натурального меха это не экологично, это зверюшек убили. Хотя мы будем смотреть, какие красивые вещи. Так у нас-то вот о чём? Мы же можем этот мех делать вылочный, да, имитировать, ловить идеи вот такие красивые. Разные бренды выпускают тренды, и получаются вот такие яркие красивые вещи. Вот, очень модно вот именно такие длинные локоны не спадающие, да, вот это вот сделано же тоже вот реально из овчины или из козьих шкур. Красивые сумки. Ну, конечно, жалко животных, которые погибли. Жалко, реально жалко, потому что без этого можно обходиться. Ну, некоторые, вот особенно Китай продвигает достаточно дорогие вещи. У меня сердце кровью обливается, когда я вижу такие вещи, потому что, ну, честное слово, вот никого не надо убивать даже ради модной меховой сумочки. Какие бы ни были модницы, сколько бы ни было денег, можно обойтись чем-то гораздо более миролюбивым. Я считаю, что в данной ситуации можно обойтись вылочными сумками, для декорирования которых использован флиз овечий. Я очень люблю, ну, тут очень популярные маленькие сумочки кроссбоди. И, собственно, высокая мода нам тоже на ближайшие 2-3 года. Эти сумочки просто диктуют носить, потому что это красиво и практично. Вот. И мне нравятся эти сумочки украшать вот элементами эко-меха комбинированными. Можно волокна, можно флисы по-разному приваливать. Вот так вот можно. Я сначала хотела по этой сумочке мастер-класс сделать, но потом я подумала, что, наверное, интереснее будет вариант более сложный мастер-класс. И себе я хотела сумочку немножечко другого вида. Но я-то особо такая курпулентная, да, как это говорится, крупная, поэтому мне маленькие сумочки не очень подходят. Но даже если это кроссбоди, то эта сумочка должна быть довольно объемная. Я поэтому хотела сделать такой более явный мех. И придумала я вот себе вот такую сумочку с лохматеньким меховым клапаном. Тоже на длинном кожаном ремешочке. И эта сумочка, вот тут вот есть детальки видны, да, вот. Она застегивается на кнопку, она удобная, в нее можно положить там не только мобильник и ключи, но даже что-то там побольше, и бумажник, и все туда помещается. Все очень надежно. И самое главное, вот этот модный, красивый такой вот меховой клапан. Вот. И сейчас я вам по этой сумочке покажу мастер-класс. Сейчас я перейду на видео. Картиночка немножко нарушится тут. Вот, вся гармоничная такая. Так, так. Ага, экран у нас тут все работает пока. Вот так, сейчас, секунду. Ну, я вам сразу скажу, что мастер-класс этот, он, конечно, в ускоренном виде. Само вот все производство валяния сумочки, за исключением того, что ночь она лежала сохла. Так, это 4 часа работы даже с установкой клепок. Вот, клепки уже это вот я не показываю, там, расскажу просто, какой пресс. Вот. А так, на самом деле, ну, вот здесь пришлось это ускорить для того, чтобы вы смогли это дело вот увидеть за 25 минут. Вот так. Напишите мне, пожалуйста, видите ли вы картинку именно мастер-класс уже. Если не сложно, да, вот я пока даже поставила на паузу, видите ли вы нормально картинку. Какие-нибудь тоже опять плюсики, если вас не затруднит, чтобы я могла ориентироваться, что, да, все, все отлично, увидели картинку мастер-класса. Отлично, поехали. Ну, материалы. Тазик, полотенце, вот коврик для кухни такой, перчатки, сеточка, шаблонный материал, линейка, маркер, ножницы, палочек, чтобы катать, шрифмашинка с насадкой, хлопья мыльные и кусочек мыла, ну, водичка в каком-то разбрызгивателе. Стандартный набор. Все, вот это вот сейчас мы... Набор, как всегда, стандартный инструментов. Это вот надо каждой валючи ценить. Материалы. У меня шерсть Шетланд. Можно брать Блю Фейс, можно, да, что угодно такое. И какой-то флиз вот с такими локонами. У меня Наваха. Можно взять Айслендик, можно взять Рацку. Можно вообще даже кудрявый флиз. Шаблон. Вот чуть-чуть-чуть-чуть приостановлюсь на шаблоне, да. У меня шаблон, видите, 52 в длину, 26 в ширину. Заштрихованная часть – это часть на клапан. Да, вот не заштрихованная – это само тельце сумки. Вот. Ну, потом вы всегда сможете промотать. Это вот именно таким образом у меня выглядит шаблон. Потом вы под свои размеры нужны. По такому шаблону, по такому принципу, можно делать совершенно любую сумку. И большую, и маленькую. Хотя, в принципе, даже чехольчик для телефона там или для очков, в общем, тоже можно делать так же. Только просто очень маленький. Дальше идём. Раскладываем шерсть. Начинаю я раскладывать шерсть достаточно толстыми прядочками. Начиная вот с этой линии входа в сумку буквально, да, это толстые прядочки. Это толстая раскладка, как, ну вот, именно как для сумок, как для овы, когда мы делаем из топса. Раскладываем вот так аккуратненько, ровными рядами именно тело сумки. И смотрите, внизу, где донышко, я прокладываю второй ряд дополнительно, второй слой. Там, где клапан, я беру прядочки в два раза тоньше, чем те, которые мы раскладывали на тело сумки. В два раза тоньше, потому что клапан потом должен быть сбалансирован по весу. То есть вот тут вот я специально, ну, как бы даже вот раскладку, да, делала так, чтобы было видно. Одна часть и вторая часть, да, на шаблоне. Раскладываем поперёк следующий слой. Тут простая ортогональная раскладка. Она двухслойная будет, но именно толстыми прядями. Никакие ёлочки, паркетики здесь не очень приемлемы. Это сумка, это не тонкий войлок. То есть вот тут как бы важно раскладывать именно... Раскладка вообще наша всё равномерная, качественная и хорошая раскладка. Это залог вот именно того, что таким же качественным будет изделие. Ну и валять, когда хорошо разложено, тоже намного легче. То есть вот раскладываем, заступаем чуть-чуть за края шаблона, потому что потом нам же надо будет на ту сторону перевернуть. И вот видите, вот тут тоненькие прядочки, это на клапан. Они тоненькие, они именно вот в два раза тоньше, чем на тело этой сумки. Вот так вот раскладываем. Хитрости никакой, действительно перпендикулярно. Один ряд другой, тот от рукой вы на ощупь чувствовали сразу, где тоньше, где толще. Ну вот закрываем сеточкой водичку. Я, кстати, вот растворяю мыльные хлопья. Мне очень нравится растворять в воде сейчас. Долго я искала для себя этот состав такой оптимальный, вот вроде бы нашла. И даже у меня тут свежеприготовленные растворы, они не до конца растворились. Но когда начинаешь притирать, они прекрасно все вот под руками уже даже расходятся. Притираем руками так, только до края шаблона, чувствуется же он под рукой. Самые края не затираем, потому что нам надо будет поворачивать. И выгоняем прямо весь воздух, чтобы не было воздушных пузырей. То есть вот шерстка вот эта вся, она должна прям прилегать к шаблону плотненько-плотненько. Тут пока мы не используем шлифмашинку совершенно, этот этап работы делается исключительно вручную. Ну вот так вот все, притираем, притираем. Вот так, чтобы проверить, чтобы, видите, вот ни одна шерстинка, она не поднимается за рукой. Я не могу всегда так смешно смотреть на эти ускоренные съемки. Вот действительно в жизни так. Ну в общем и в жизни, конечно, 4 часа работы на готовые вещи, это в общем не так много. Вот смотрите, загнули шерсть и сначала как бы затираем ту часть, которая близко к краю. Это помогает нам распрямить все складочки, да, чтобы не было никаких вот жестких таких элементов, да, чтобы аккуратно все это вот завернулось на этот край шаблона. Вот. Так что вот и точно так же клапанную часть, точно так же мы ее загибаем. Выравниваем все как следует. Так. Ну и раскладываем, соответственно, шерстку тоже. Тут можно меньше заступать за края, хотя все равно сумка делала такое шовное соединение, должно быть очень ровно. Видите, я ошиблась в направлении. Специально не урезала этот кусок, чтобы показать. Это можно исправить. Когда вы еще ничего не придавили, все, вот я переложила эти локоны и продолжаю работу. Иногда, вот я считаю, если я... Я тоже иногда ошибаюсь, тут какой-то разговор меня отвлек, может быть. И я это исправляю. Я считаю, важно сохранить эти моменты, чтобы вы тоже знали, как это исправить. Вот я выложила тело сумки и дальше пошла клапан раскладывать более тоненькими прядочками. Раскладываю первый слой, все вот эти льдочки. Вот там за краем можно чуть-чуть побольше было. Ну, так вот выступает шоветка. И поперек я раскладываю перпендикулярно, раскладываю второй слой. Вот. Обычно это, в общем-то, работа элементарная. То есть это то, с чего начинается работа на шаблоне. Ну, только что тут она усложняется тем, что клапан сумки. Да, клапан-то еще и миковой. А так работа... Причем в свое время, когда мастер-классов не было, вот у меня сумки мои самые первые, там, шестого-седьмого года, они долго грешили тем, что клапан был тяжелее самой сумки. Да, то есть вот я не балансировала вот раскладку вот этих слоев, далеко не сразу пришла к тому, что клапан, вот эти две стороны, их надо просто раскладывать в два раза тоньше. Тогда все будет хорошо. А шерсти на такую сумку у меня ушло, самой базовой шерсти ушло 150 грамм. Ну, вы знаете, флис я не взвешивала. Вот это уж как бы... Это вот такая сумка небольшая по размеру. Флис весит весь по-разному. Есть какой-то более легкий, есть какой-то более тяжелый. Флис не могу сказать, ну, немного. Флиса, наверное, грамм 50-60, даже немытого. Вот у меня ушло в данном случае. Ну вот, то есть тут уже как бы сами подстроитесь. Вот, вторую сторону. Вот я тоже все это дело протерла, притерла, перевернула. А, нет, еще даже не перевернула. Вот под сеточкой, вот тут еще руками чуть-чуть. Вот. То есть это стандартные совершенно процедуры. Шаблон сделан из подложки под ламинат. У меня тут подложка была только такая вот рифленая, да. Это не страшно, это не мешает в работе. Вот, смотрите, вторую сторону я заворачиваю вот сюда тоже аккуратно все краешки. И всегда, начиная, вот когда завернула шерсть, притирать ее как бы от края шаблона к центру. Это правило, это вот как закон. От края к центру мы притираем. Притираем. Вот, точно так же на клапане. Вот так вот притираем, чтобы все аккуратно. Здесь еще видны, да, шерстинки, видны направления. Очень важно вот так вот через сеточку, или если вы работаете в перчатках, в перчатках, притереть как следует эту шерсть на шаблон, чтобы прямо вот шерсть облегала шаблон плотно-плотно. Если вы эти края не притрете сразу как следует, вот там могут получиться грубые рубцы. А вот тут, смотрите, я все прорабатываю шлифмашинкой. Необычно выглядит, да. У меня на шлифмашинке используется насадка. В свое время, ну это где-то месяца 4-5 назад, мне насадку из России в подарок привезли. И она была с такими жесткими-жесткими шипами, не очень удачными. Была большая отдача в руку, и, в общем, она очень грубо шла на материале. Вот эту насадку я заказывала в Украине у Татьяны Даниловой. Там я могу дать ссылку потом в группе в минутках о войлоке. Потому что вот это фантастически удобная вещь. Она, ну это не для тонкого войлока, это для толстого войлока. То есть обувь, аксессуары, эта штука очень ускоряет работу. Смотрите, на второй стороне, когда я перевернула, я прорабатываю машинкой только часть до клапана. Вот это очень важный момент. На нем хочу заострить внимание, потому что та часть, куда мы будем раскладывать флис, ее шлифмашинкой прорабатывать пока не надо. Я убираю лишнюю пену, лишнюю влагу в работе. Очень хорошие у меня вот эти хлопья мыльные. Я очень довольна, потому что они, конечно, пенятся, вот изумительно с ними валяются. Вот. Притираю все как следует еще раз. С двух сторон. Обязательно затираю швы. И очень хорошее сцепление дает шлифмашинка вот с этой насадкой. Ну вот кто-то, Инна Классенко, пишет. Да, 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 у Татьяны Даниловой, да. Ну, тонкий войлок, надо иметь некоторый опыт. Так, сейчас мы двигаемся дальше. Надрезаем там, где клапан у нас был, да. Я рекомендую вам, вот сейчас я приостановлю на минуточку. Я рекомендую, когда промеряли там, да, 52 сантиметра, вот эту ширину, высоту клапана замерить линеечкой. И потом вы по линеечке вот себе можете эту высоту просто отложить, чтобы не ошибиться. Так, конечно, на ощупь чувствуется, где потолще войлок, где потоньше. Но лучше, если линеечкой промерите, разрезали. И вот этот край, его можно с одной стороны обработать, ну, валять так, клапан входа в сумку, вот этот краешек. Можно потом готовый подшить. Ну, вот я вам покажу, как обычно делаю я дальше. Вот, смотрите, я выкладываю вдоль него вот так вот прядочки шерсти. Такие не очень тоненькие даже. Ещё раз брызгаю водой. Вот так их аккуратно заворачиваю, как бы оборачиваю этот краешек дополнительно шерстью. Притираю вот так вот через сеточку. Вот такое вот делаю уплотнённый этот краешек. Это же место такое, в сумку лазишь постоянно, да? То есть это место надо застраховать от больших нагрузок. Обязательно это надо сделать. И вот тут дополнительно ещё, да, пошлифовать машинкой. Вот. Девушки милые, вот сейчас я не могу насадку показать в полном. Давайте я даже минутку о войлоке я запишу про эту насадку отдельного. Вот. И фотографию этой насадки выложу в минутку о войлоке ещё в группе. Потому что тут я в видео не могу уже остановить, для того, чтобы вот прерваться, эту машинку показывать. Вот. То есть вот притираем мы все края, и клапан, из которого вытащили, шаблон, да, дальше мы клапан будем валять без шаблона. Вот. Мы его, нам надо, чтобы там шерсть свалялась, зацепились между собой слои. И вот тут мы приступаем к раскладке флиса. Я вас, дорогие мои, хочу сразу предупредить. Это не ковровая раскладка. И это не для воротников раскладка. Это раскладка только для маленьких объектов. Вы сейчас поймёте, почему. Раскладываем, смотрите, флис, да, у этого флиса есть подшёрсток. Мы раскладываем на высоту подшёрстка. Сами локоны, вот эти длинненькие, выступают за край клапана. Выступают вот так за край клапана. И потом дальше каждый ряд я делаю именно на высоту подшёрстка. Девушки, дорогие, вот кто сейчас пишет много-много вопросов в чате. Я не могу одновременно озвучивать мастер-класс и отвечать на эти вопросы. Вы их либо сберегите до конца моего выступления, либо дополнительно можете поспрашивать потом в группе. Вот. Раскладываете вот так вот ряд за рядом. Аккуратно. Только ребром ладони буквально шерстку чуть-чуть придавили. Вот видите, как я делаю, да? Вот положу локоны вот так и ребром ладони придавила. Ничего сильно не притираю, ничего особенно не приваливаю. Но вот лишний раз повторяю, это, конечно, не для воротников и не для сумок. Вот. И про то, какие кудри, чтобы они такие же остались, вот сейчас ещё будет видно всё. Вы забегаете сильно вперёд. Ну, вообще, конечно, про это есть подробные у меня мастер-классы. Поэтому там всё тоже рассказано. Вот. Это для небольших таких вот аксессуаров хороший быстрый способ. То есть, если хочется за 4 часа сделать сумку, то вот такой вот метод. Держится крепко. Раскладываем, смотрите, потом последний льдочек, я не знаю, какого у вас будет размера сумка, да? Последний льдочек. Для него можно взять более коротенькие такие локоны или разложить, ну, чуточку более жидко, да, слабенько так вот, потоньше их кудрешечки растянуть. Но обязательно вот сюда к сгибу всё-таки их разложить надо, чтобы это красиво выглядело. Раскладываем это всё и ребром ладони вот так вот аккуратно всё придавливаем. Брызгаем водичкой краешек и буквально через сетку только краешек, последний ряд, немного притираем ребром ладони. А тут только придавливаем шерсть слегка. И я вот так вот сеткой оборачиваю, раз, и перевернула. Чтобы ничего никуда у меня там дальше не убежало, потому что там шерсть ещё совсем не привалена и даже не притёрта. Я дополнительно пробрызгиваю водичкой. Да, это на клапане раскладываются кудри. Я об этом говорила. И вот тут вот с обратной стороны клапана не по самому флису. Если хочется его оставить пушистым, там, да, именно локонами. С обратной стороны мы проходимся машинкой с насадкой. Она достаточно глубоко. Она через вот эти два слоя клапана, она проникает, она схватывает флис. Этого вполне достаточно для работы. Если у кого-то руки плохо переносят вибрацию шлифмашинки, тут вот я слышала, когда выступали девочки, да, что руки могут быть… Руки болят не особенно от самой шлифмашинки. Я вот на паузу поставлю, да, и важный спич, потому что руки болят от неправильного валяния и неправильной работы со шлифмашинкой. Потому что шлифмашинку совершенно необязательно мощную постоянно держать рукой и давить. Тогда, да, у меня скорость вообще одна на машинке. У меня макита односкоростная, мне не нужно менять скорости. Я знаю, что это можно регулировать временем, которое я держу машинку на одном месте, и давлением сверху. Если постоянно вы будете сильно давить, да, конечно, вся вибрация будет уходить вам в руку, и самое страшное – в плечевой сустав. Если вы машинку поставили и продержали, раз, два, три, четыре, пять, и убрали, взялись за неё на цифре пять, у вас вибрация на руку, она совершенно минимальная, можно притирать руками. Тоже вопрос вашей физической подготовки. Для рук, для позвоночника очень важен стол правильной высоты. Была у меня записана про это минутка, посмотрите, покопайтесь там в архивах за прошлый год, потому что то, как вы работаете, какие вы себе создали условия, это залог вашего здоровья. То есть ни один агрегат, шлифмашинка сама по себе не будет виновата, и шерсть не будет виновата в проблемах со здоровьем, а только вот то, что мы работаем иногда непродуманно. Я прошла всё это, и туннельный синдром, да, и теннис-элбо, когда локоть не сгибался. Всё прошло, вот все вот эти войлочные профессиональные болячки с руками и с позвоночником. И сейчас стала заботиться о себе. Я не давлю сверху этой машинкой. Как раз не надо. Достаточно того, что на ней вот есть эта насадочка как раз, она прекрасно поможет всё сцепить. Продолжаем мастер-класс. Лирическое отступление закончилось. Итак, машинка, всё. Притираю, захожу уже сразу, залезла рукой внутрь и вытаскиваю шаблон. Вот тут очень важный момент. Пройтись изнутри, рукава закатываем, да, и пройтись, чтобы нигде не было никаких заломов. Вот тут не дёргаем шерсть, а только её аккуратненько вот так вот перекладываем, да, только к самой краешке. И это то, что надо делать, если вы валяете мех без блокираторов. Я для меха никогда не использую блокираторы, но я контролирую, ревизирую, что называется, шерсть на всех этапах работы. Итак, вот это я сделала. Коврик сразу вот этот один у меня оказался мал. Я взяла второй, который подлиннее. Такие вот для кухни продают в хозяйственных магазинах такие коврики. И на палочку я закатываю вот в этот длинный рулон. И на полотенце просто длинный рулон, когда вот этот коврик длинный есть, не надо ничего, никаких резинок. Видите, у меня сфлиса, сколько грязи на полотенце. Уж придётся вам потерпеть эту картину, но ещё зато всё как есть. Не просто там красивенько, а вот реальный процесс. Я и основные большие мастер-классы снимаю так, чтобы вы видели всё. Вот от начала до конца, как я это делаю. Прокатали в одну сторону, катаем в каждую сторону на счёт 100-150. Не торопимся, да, там 1, 2, 3, 4, 5. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот в таком вот темпе считаем, считаем до 100, до 150. Прокатали в одну сторону, проверили все шовные соединения, развернули в другую сторону, катаем. Почему в разные стороны? Для новичков, кто не знает. То, что внутри рулона, укатывается сильнее, чем то, что снаружи рулона. Значит, нам надо проработать будет абсолютно все направления. Флиз перед раскладкой я не мою. Кудри. Здесь я использую прямые, не кудрявые. Кудри кудрявые, если вы будете так использовать, не разовьются. Нет, вот если у вас вьющиеся от полироды волосы, они же не развиваются, да, после мытья. Ну, вот точно так же и здесь. Каждый раз, прокатав вот так в рулоне, прорабатываете все места шовных соединений, да. Вот тут вот я посмотрела, меня не очень устраивает вот этот краешек. Он всегда самый такой сложный. Я поправила все остальные кудряшечки, проверила, чтобы они не свалялись между собой. Тут я потерла дополнительно. И опять закручиваю рулон. И опять считаем не прокатов 100-150, а именно ориентируемся просто на счет, да. Раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь просто очень быстрая скорость, да. Тут в пять раз это все ускорено, или в шесть даже. Потому что если бы это было, ну, как бы в реальном времени, вы потом можете отсмотреть этот ролик, замедлив на вашем компьютере скорость, увидите в реальном времени. Займет четыре часа. Краем я не маскирую шерстью. Если хотите, можете присыпать сверху шерстью, просто тогда это будет большое утолщение. Поэтому я его умышленно не делаю. И опять вот прокатали. Каждый раз, обязательно каждый раз прорабатываем швы и края, чтобы не было никаких заломов. Вот я посмотрела, мне не очень нравится край. И вот тут это единственное местечко в этом изделии, где я немножечко прошла шлифмашинкой просто по этому краюшку дополнительно. За окном Жизнь Торонто. Мы живем на очень большом перекрестке, недалеко от озера, но большой перекресток. Это куда-то и едут параметики. И вот тут опять в эту сторону мы вот так же укатываем рулон. Тоже на счет 100-150. Ну, то есть вы смотрите там по размеру своего изделия, по толщине своего изделия. Ну, и это зависит, конечно, от силы ваших рук. Я скажу честно, я прокатываю 100. Если руки более слабые, у меня-то все-таки они уже закаленные в боях. Если руки более слабые, ну, катайте до 150. Понятно, что вот самую первую в жизни вещь делаете, она не будет совершенной. Будьте к этому готовы. Она не будет идеальной, но она будет прекрасной, потому что это сделали вы. Вот. Вторая, третья, пятая. Они будут каждое лучше, лучше, лучше и лучше. А потом вы придумаете что-то новое, и по первому разу это опять не будет идеальным. И вы будете еще учиться и совершенствоваться дальше. Сумку я не выворачиваю. Я катаю все с наружной стороны. Вот смотрите, да, вот я прокатала все в длину с двух сторон, вот теперь уже эта сумка у меня помещается на маленький коврик. И поэтому в ширину я катаю в маленьком коврике. То, что сбоку вот тут торчат хвостики, локонов, это не страшно. Это то, что у нас выступало за край клапана. Вот. А так тоже прокатываю точно так же на счет 100. Ну, или 150, да. Вот. Тут нет... Ну, на маленькой сумке нет необходимости выворачивать. На большой, если вы будете в три раза больше сумку сразу делать, да, там можно и вывернуть, а почему бы и нет. Но начните все-таки, попробуйте сделать сначала с маленькой. Все-таки руки должны почувствовать, шерсть должен появиться некоторый опыт. Если вы не валяли. Если валяли, можете сразу большую делать. Ну, вот в другую сторону сразу, да, закатываем ровненько. У меня вот этих палочек, да, вот для катания осей, никаких их только нету. Разных диаметров, разной длины. И я всегда подбираю по размеру изделия, потому что слишком длинно, это не очень удобно. Когда короче, это просто нельзя, она должна соответствовать по размеру, по длине. Вот. Поэтому тоже это могут быть деревянные, пластмассовые палочки. Для тонкого войлока это вот эти пенопластовые могут быть. Пожалуйста, очень разные варианты. Смотрите, видно и по клапану, и по какой сумке плотность увеличивается. Звук меняется у войлока, на ощупь он меняется. И каждый раз обязательно проверяем каждую плеть. Видите, появились уже морщинки. И на самом теле сумки, и на клапане с обратной стороны мы видим вот эти хорошие морщиночки, которые нам показывают, что войлок близится к готовности. И опять тут же, точно так же, вот в каждую сторону это вшильное укатывание. Когда войлок вы катаете в одном направлении, это иллюзия, что он только в этом направлении усаживается. Он усаживается по всем, но в этом больше всего. Это мы просто учитываем, да, в процессе работы. Вот опять, опять шовные соединения. Да, повторение одного и того же, только это несколько циклов. Войлок становится другим на ощупь. А он по-другому катается уже. Руки будут чувствовать. В какой-то момент вы начнёте выполнять работу уже просто на автопилоте. Это дойдёт до автоматизма. Но это нарабатывается с опытом. Девушки, какая шерсть? Всё, я всё сказала вначале. Я не буду даже поправляться. Вот смотрите, уже сумке можно придавать форму. Продолжаем обязательно вот так вот выравнивать все кудряшки. Вот, ещё раз я добавила воды, потому что через коврик лишняя вода ушла на полотенце в самом начале. И я это дело помешу, как тесто. Умеете же печь пироги? Все хорошие хозяйки. Помесила только для того, чтобы перемешать получше с мылом. И, видели, я положила это всё в полиэтиленовый пакет с высоты сантиметров 20. Я кидаю, меняя направление. Вот как если бы это был мячик. Не бью со всей дурь, там с метровой высоты, так, чтобы окна дрожали. Нет, я слегка вот кидаю, подкидываю достаточно быстро. И я вот тут прокидала 300 раз. Если у вас нет опыта, прокидали 100 раз, развернёте пакет, посмотрите, ещё 100 раз посмотрите. Если готово, можно больше не кидать. Почему пакет? Грязный флис, немытый. Когда кидаешь, волей-неволей летят брызги. Я этого дела не люблю. Мне не нравится, хоть я и в фартуке работаю, и в перчатках, но брызги-то они полетят, ведь, как всегда, не только на фартуках. Поэтому я прокидываю всё это в пакете. Потом развязали, посмотрели. А сам волей-лог уже очень хорошо увалялся, остаётся минимальная доработка. Там какие-то травинки попались, убрала. Вот тут вот форма, по краю швы, всё хорошо. И мне не очень понравился по степени уваленности вход в сумку. Для того, чтобы его подвалять, я сворачиваю такой рулончик вот в таком направлении. И давление руки идёт именно на среднюю часть сумки. И потереть можно вот так вот между руками. Потереть, потом ещё раз проработать всё, и клапан. Ещё дополнительно вот всё покрутить. Всё делается практически вот тут рулоном, кроме того, что там 300 раз покидали. Всё равномерно и хорошо. Вот так вот. Я расправила кудряшки. Ещё раз я это дело всё поправляю, чтобы они были аккуратные. Всё нормально. Краешек, видите, какой у клапана был аккуратный с той стороны. Вот я сложила это дело. И смотрите, что я сейчас буду делать. сумку, сетку, полотенце, все коврики, я собрала, и вот в таком вот виде я это всё унесла в стиральную машинку. Но если вы боитесь стиральной машинки, можете унести в тот тазик, куда вы добавили порошок, или какой-то там своё жидкий детерген, жидкое средство для стирки. Всё вместе. Но в машинке я стираю всё вместе, потому что полотенце и коврики, они как раз амортизируют, чтобы всё вот помягче это стиралось. В машинке я использую режим деликатный для шерсти, низкую температуру 30 градусов, этого достаточно, больше не надо, чтобы сильнее не увалялось, и центрифугу 800 оборотов. Маленькие объекты я не сушу ни в каком драйле, то есть на 800 оборотах где-то там, ну 600 у кого-то там. Это отжалось, и тогда в таком случае я уже это всё принесу с собой. Зачем кидать? Для того, чтобы войлок лучше уваливался. Извините, но кидание и катание это как раз-таки старые технологии войлока. Появились новые технологии, где войлок нежно теребят. Ну, есть мастера, да, у которых это оправдано. Но это, как правило, оправдано в тонком одёжном войлоке. Когда речь идёт о таких сложных, основательных вещах, всё равно нужен рулон и нужно кидание. Флиз Готланда, да пожалуйста, приваливайте его и на клапан. В машине у меня 30-минутный цикл, вот этот деликатный. На 30 градусах. То есть, вот такой 30-30, хороший деликатный режим. Вот, ополаскиватели я беру без запаха, но не для шерсти, для детского белья беру ополаскиватель. Температура стирки уже в десятый раз. Я повторяю, что это 30 градусов. Следующий, всё, продолжаем. Дальше мастер-класс. Всё нормально после машинки, всё в порядке. Вот, принесла, да, вот я из машинки. В принципе, сумку я расправила, она не теряет форму. И тут я вам покажу, если вы сумки не валяете постоянно, я покажу вам свой такой вот хитрый метод как бы замены болванки для войлока. Я свернула в рулон махровое полотенце, но это уже другое, чистенькое. И вот этот рулончик я вот так вот обматываю плёнкой, потому что если вы сумки не валяете, у вас нету формы для сушилки. Вот потом, когда освоитесь, можно и форму заказать, они дорогие. И я вот такой вот рулон, видите, он позволяет высушить сумку объёмной. Я его запихнула внутрь, по нему сумочку разгладила, и вот в таком виде эта сумочка полусухая, да, после центрифуги, она спокойно высохнет у вас, и дальше вы с ней сможете проводить разные процедуры. Можно оставить локоны такими. Можно взять кардой небольшой и прочесать. Я вот для своей сумки прочесала, потому что мне хотелось, чтобы это вот на лошадиную гриву больше было похоже, а не на овечью шерсть. Вот так вот. Собственно, вот это вся она учёба. Потом с помощью пресса и обычных заклёпок я приделала ремешочки. Вот как это выглядит на заклёпках. Не забудьте с обратной стороны сделать дублирующие полосочки из тонкой кожи. И под кнопочки тоже. Хорошо, когда клапан вот этого застёжечка с язычком. Ну вот такая вот сумка моя. Очень я её люблю. Полюбила прямо вот. Думаю, что, может быть, ещё одну себе сделаю просто в другом цвете. Вещь удобнейшая. Ну и вы знаете, как бы в силу того, что это дело модное, эти сумки хорошо покупают. Затрат практически минимум-минимум. И флиса мало, и шерсти мало уходит. Получается вот такая очаровательная вещь. Это действительно удобно, и сделать это не сложно. И вот так, да. Ну и ничего. Игорь CG. Игорь CG.